МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы контролируем ход исполнения данных поручений, и они нам по результатам квартала или тех контрольных цифр, которые они установили, отчитываются. Сейчас у нас 21% таких обращений находится на дополнительном контроле. То есть практически 79% у нас вопросы решены для людей. Обсудили также и вопросы, связанные с проведением главой региона личных приемов граждан. В связи со снятием ряда ограничений по коронавирусу число встреч планируется увеличить. Собственная боль, когда она внутри тебя, она тебя все время съедает, 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 а потом людям что-то хоть хочется подлиться. Поэтому я думаю, что мы по личному приему мы хотя бы раз в месяц должны проводить мой личный прием, ну так же, как и приемные линии, то, что мы с вами наметили. 27 марта в России отмечает День войск Национальной гвардии. Уже пять лет тысячи солдат и офицеров охраняют наш покой. Они борются с терроризмом, экстремизмом и организованными преступными группировками. Поздравить бойцов на торжественное мероприятие пришел губернатор Владимир Владимиров. Глава Ставрополя высоко оценил вклад росгвардейцев в обеспечение безопасности и порядка на территории региона. Кроме вас, наверное, силовых структур, а вы на острове этих силовых структур стоите, никто правопорядок в эти тяжелые дни не обеспечит. И будет бардак, будет самосуд, и еще неизвестно, что будет. А в итоге страны не будет. И получается, что на ваших плечах повисло нас государство. Сотрудники гвардии показали бросцы оружия и амуниции, которые используют на службе. Мероприятие открыли гимном Российской Федерации, а после наградили отличившихся на службе сотрудников. Завершили собрание военным оркестром и праздничным концертом с лучшими творческими коллективами региона. Почти 15 километров дорог отремонтируют в Шпаковском округе в 2021 году. Покрытие обновят на двух участках – Рыздвяной Козинка и Ростов-на-Дону Ставрополь. Все работы пройдут в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. На эти цели региональный дорожный фонд выделил более 140 миллионов рублей. В хуторе Хорошевском предгорного округа началось строительство нового водовода. В будущем это позволит подключить к централизованному водоснабжению почти 700 человек. Сейчас жителям хутора приходится пользоваться привозной жидкостью. Водовод из полиэтиленовых труб проложат от насосной станции в Пятигорске. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». В Светлограде готовятся к монтажу новых остановок. Павильоны заменят на четырех улицах города. Работы проведут благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. На эти цели выделено почти 3,5 миллиона рублей. Обновление планируют завершить до конца июня.